За 10 лет у руля Поднебесной Си Цзиньпин накопил больше власти, чем практически все его предшественники. Пять лет назад Секитайское собрание народных представителей отменило ограничение срока мандата главы государства, позволив ему оставаться лидером КНР и после 2023 года. Во время пандемии Си ввел политику нулевого ковида, смягчив ее затем после демонстрации протеста. Зависимость Запада от Китая в вопросах энергетического перехода очевидна. Около 80% всех солнечных батарей в мире производятся в КНР. Для производства солнечных батарей требуется много энергии, и она поступает от угольных электростанций. Половина всех строящихся угольных электростанций в мире находится в Поднебесной. Правление Си Цзиньпина отмечено укреплением отношений с Россией. Глава КНР и президент РФ Путин во многом разделяют позиции по отношению к Западу. В июле 2017-го Путин вручил Си орден святого Андрея Первозванного, высшую награду России. По данным международной кампании «За Тибет», 10 лет правления Си Цзиньпина были потерянным временем для урегулирования отношений. Вывод управляющего директора кампании Кая Мюллер однозначен. При Си Цзиньпине Тибет превратился в тоталитарное полицейское государство, настоящий полигон для испытания репрессивных мер. На нарушение прав человека жалуются и уйгуры. Правозащитники опасаются усиления репрессий в Китае во время предстоящего третьего срока государственного и партийного лидера Си Цзиньпина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...